Красный Перекоп планирует снова завоевать звание самого цветущего района. Им он был признан в прошлом году. В этом решено увеличить количество клумб. Работа ведется не только вдоль магистрали, но и во дворах. Местные жители сревнуются в ландшафтном дизайне, не жалея ни денег, ни времени. Марина Смарагдова в этом увиделась. К 20 июня в городе должна закончиться высадка цветочной рассады. Яркий орнамент городских улиц будет складываться из сотен клумб и цветников, которые создают и крупные предприятия, и небольшие учреждения, и обычные граждане. Превратить весь город в цветущий сад, наверное, это задача близкого будущего. И конкретные шаги к этому уже делаются. Этот мишка встречает гостей города на Московском проспекте. Уже сложилась традиция фотографироваться рядом с символом Ярославля. Его на десятилетие подарили землякам-предпринимателям района. Клумбы вокруг и каштаны рядом. В прошлом году Красно-Перекопский район был признан самым цветущим районом города. В этом план по клумбам решили даже перевыполнить. Их будет около 137. Администрация каждый год планирует и производит с помощью предприятия Горзеленхозстрой завоз земли, обеспечивает весенний период семенами, осуществляет постоянную связь со старостами, с председателями КОСов, ТОСов, взаимодействие по оформлению клумб, дает советы, ну и сама перенимает опыт. В озеленении района принимают участие и жители многоквартирных домов, и частного сектора. Этот цветущий уголок на улице Маланова, 14, корпус 2, создавали 10 лет. Все призовые деньги, а побед в конкурсах было немало, вкладывали в эту красоту. Без помощи дизайнеров все своими руками. В этом году сделали для детей наглядную агитацию правил дорожного движения. В 40-й школе озеленением заняты все, от директора до старшеклассников. Так и получился домик окнами в сад с колодцем и мельницей. Идея принадлежала нашему директору школы, номер 40, Клёпова Светлане Станиславовне. Сам макет придумала наша помощница, Гладышева Елена Андреевна. Она нам помогла придумать эту идею. Воплотились же в реальность это наши мальчики на трудах. И под руководством Игоря Евстафьевича, нашего учителя по труду. Тонны плодородной земли, миллионы цветочной растады, сотни пакетов семян. Это и есть программа «Ярославль в цвету». Ей в этом году исполнится 10 лет. В Красно-Перекопском районе, судя по всему, заключительный аккорд весеннего благоустройства прозвучит в срок. Марина Смарагда, Максим Сушанов, Городской телеканал.